Добрый день! Вы смотрите программу «В движении» сегодня с вами в качестве ведущего Равид Гор. А тема сегодняшнего выпуска – это то, как разные страны выходят из коронакризиса. Многие страны Европы или уже отменили ограничительные меры, связанные с борьбой с эпидемией, или постепенно их смягчают. О том, как это происходит у них, нам расскажут собеседники из Словении, Швейцарии и Израиля. Как ваша страна выходит из карантина, из ограничений? Считаете, что эти меры послабления введены вовремя или рано, или поздно, на ваш взгляд? Ну, я некоторое время назад уже перестала следить за результатами тестов, за сводками. Поэтому я не знаю, когда точно это кончилось, но мне все равно кажется, что рановато как-то. Настолько стремительно нам ввели карантин, и также стремительно его убрали. В течение нескольких дней разрешили, значит, сначала без масок находиться и вообще находиться на улице, потом без масок находиться в учреждениях каких-то, но сейчас еще есть это ограничение. Вернее, сегодня вот уже в магазинах уже не было масок. Здесь у нас снятие ограничений, оно от кантона к кантону, оно различно. Поэтому каждый кантон голосует, то есть люди действительно приходят и голосуют, и сроки снятия ограничений варьируются от потребностей каждого кантона на самом деле. То есть я говорю от лица кантона Цуриха, вот, в некоторых кантонах, насколько я знаю, школы еще не открыты. Судя по информации, которые мы располагаем, то есть общедоступные, сделали вовремя, в принципе, и снимают постепенно. Вот, мне кажется, рановато. Вот, а выходит, страна очень весело, все радуются. Судя по информации, которые у нас полностью снимают сады в сети ограничения. Ну, там, с некоторыми правками, например, публичные большие мероприятия, вроде концертов, у нас будут ограничены, по-моему, до 100-120 человек в одном зале. А так у нас снимались эти ограничения поэтапно, в течение всего месяца, всего мая. Вообще настроение в обществе такое не очень радостное было все это время. У нас вообще очень была острая ситуация. Накануне вот этого карантина у нас отменилось правительство, парламент, и они как-то неосторожно очень себе чуть ли не в два раза подняли зарплаты. Да, это было рискованно. Да, и пошли бунты, пошли демонстрации. Вот сейчас у нас велосипедисты в Любляне, демонстрация велосипедистов. Люди соблюдали те предписания, которые им предлагали соблюдать, или игнорировали, по большей части? Маски и перчатки – это были рекомендованные меры. У нас никогда не проводили это как обязательные меры. Тем не менее, все носили маски, все начали носить маски, мыть руки, пользоваться санитайзерами. Абсолютно во всех заведениях появились санитайзеры на входе. Вначале игнорировали, потом потихоньку начали понимать, что это может случиться с каждым, и то, что нельзя к этому легкомысленно относиться. Но сейчас, наверное, соблюдают больше, чтобы штрафы не платить. В общем, как и везде. Ну вот в Швейцарии я не опасаюсь, потому что тут нужно еще понимать особенности швейцарского менталитета, поскольку порядок и дисциплины настолько интернализированы в каждом человеке. Ну, не в каждом, конечно же, не стоит его общать, но очень во многих. То есть это, в принципе, укоренено в коллективном сознании швейцарцев и проживающих в Швейцарии. Поскольку, как только был объявлен карантин, все абсолютно, даже до введения официального карантина, очень многие люди начали оставаться дома и носить маски. Еще до того, как это было предписано официально. А скажите, вот лично вы опасаетесь ли снятия вот этих ограничений и возвращения к обычной жизни? Описаетесь ли вы выхода на работу, возвращения к нормальной деятельности? Я лично нет. Но я знаю многих, которые опасаются, особенно люди пожилые. Ну вот очень сильно пожилые, им как-то все равно. Ну, я вот провожу уроки с пенсионерами, и они очень рады, что все это наконец закончилось. Все без масок, все такие вдохновленные, обнимаются. Я нет. Я даже думаю, что, наверное, где-то я хочу поскорее этим переболеть, чтобы получить иммунитет. Но я беспокоюсь о том, что если это вернется, то я могу заразить своих родных, скажем так. И если снова введут этот карантин, то это уже не пройдет так легко относительно для меня, как сейчас. Ну, поскольку меры действительно были приняты самими людьми в первую очередь, я считаю, что уже спустя почти три месяца опасности практически никакой общественной скоплении не представляет. Лично вы и ваши близкие, вы собираетесь вернуться к такому же течению жизни, как до эпидемии, к такому же образу жизни? Или вы будете соблюдать какие-то ограничения? Будете ли вы посещать мероприятия, такие там, как концерты, выставки и другие скопления людей? Ну, у меня не слишком был высокий уровень активности, потому что мне достаточно его на работе. Помимо того, что я преподаю, мы еще занимаемся музыкой, у нас есть свои концерты, поэтому я на концерты обычно с другой стороны, со стороны сцены прихожу. Знаете, я изначально не особо по ним-то ходила, но буду с осторожностью, то есть в маске, скорее всего. На всякий случай. Потому что я знаю то, что, как сказать, выраженность заболевания, она зависит от того, насколько человек сильно, насколько человек получил много частиц этого вируса, скажем так. Поэтому хоть какая-то защита должна быть, не надо прям сразу с головой в омут, как говорится. Надо постепенно. Первые полтора месяца я себя ограничивала полностью в передвижениях на общественном транспорте. А сейчас я это не делаю, и да, я возвращаюсь к нормальному ритму жизни. Коронакризис. Насколько сильный удар нанес по экономике? Страшные силы, потому что Словения очень маленькая страна. Основной вид деятельности здесь – туризм. очень мало своего производства, в основном производство продано. Местные фабрики, заводы, они все, у них владельцы иностранцы. Я думаю, что тяжело будет Словении, потому что они, как и большинство европейских государств, обязались выплатить своим гражданам какие-то единовременные пособия, помочь предпринимателям. Предприниматели сразу же вышли на демонстрацию, буквально через несколько дней после начала карантина, вышли и стояли полутора метра друг от друга напротив парламента. Потому что предприниматели здесь, таких маленьких фирм, только маленьких фирм, около полутора тысяч на такую маленькую Словению. Естественно, они все оказались в шоке просто, оказались в какой-то дыре. Как они будут дальше, не знаю. У многих бизнес основан как раз на услугах, которые они сейчас не могут оказывать. Урон очень большой. То есть люди потеряли работу, некоторых отстранили временно, некоторые их уволили. И сейчас, я не знаю, если честно, как они решаются, это будет все. И выплаты были бизнесом, например, очень маленькие. И семьям с детьми тоже очень маленькие. Сказать, что можно было выжить? Особенность государственной экономики в том, что здесь очень много поддержки оказывается сельскому хозяйству. И тем, кто работает на земле, тем, кто работает в сельскохозяйственной промышленности. И, ну, насколько я знаю, что всем этим людям дали возможность продолжать нормально работать. Государство обязалось выплатить, и, видимо, выплатило единовременные пособия, освободило на срок карантина от налогов. И сейчас словенцы считают, что со снятием карантина поспешили, потому что хочется государству начать получать все-таки налоги. Много ли людей потеряли работу за этот период? Вы знаете, по данным СМИ в Цюрихе, уровень безработицы в марте вырос с 2,5% до 3%. Для Швейцарии это очень внушительный прирост безработицы. Я думаю, что много. Вот так просто они не увольняли тех, кто трудоустроен на постоянной основе. Их не имели права увольнять, и даже были, в общем, какие-то организации, которые контролировали это. А те, кто предприниматели, они запросто отпускали своих сотрудников, они имеют на это право, на них синдикат не влияет. Очень много предпринимателей закрыли свои фирмы, знаю лично, многих закрыли фирмы и подали на социальную помощь. По данным, за март и апрель примерно почти 2 тысячи людей потеряли работу. То есть потеряли работу в основном кто? Владельцы малого бизнеса и обслуживающий персонал. Среди моих знакомых никто не потерял работу. А как вы оцениваете в целом личный взгляд на те меры, которые ваше правительство приняло для борьбы с коронавирусом, с кризисом? Я думаю, что это было здорово. Это было шокирующе, быстро, резко, жестко очень. Но это было здорово. У нас как-то резко сразу сократилась заболеваемость. Я поддерживаю такие меры. Я слышала, что Израиль в принципе одна из стран, которая лучшим образом справилась с этой проблемой. То есть да, были какие-то казусы, нелогичные моменты, но в итоге мы видим, что очень быстро пошел спад заболеваемости. И в принципе пострадавших относительно немного у нас. Вы знаете, я наблюдала за ситуациями в разных странах и пришла к выводу, что все-таки в Швейцарии были приняты самые адекватные меры, превентивные. Поскольку, как я уже говорила, у нас не было официального постановления об обязательном ношении масок или обязательном... Как в России, у нас там не было никакого психоза с QR-кодом. Сходами и арестами. То есть мы могли спокойно передвигаться. Никто не ограничивал ничего передвижения. Поскольку большинство людей просто сидели дома. На ваш взгляд, наблюдая за жизнью своей страны, какие вы видите изменения, которые навсегда останутся с нами? Как наша жизнь может измениться надолго? Я считаю, что Швейцарию это коснется в меньшей мере, в гораздо меньшей мере. Ну, поскольку вообще нам история показывает пример того, что ни одно потрясение мировое как-то Швейцарию особо не задело. Я думаю, что психика людей слегка подвинулась в сторону. Люди как бы отгородились. Если раньше славянцы вообще славились своей приветливостью, славились своими привычками гостеприимными, то сейчас я смотрю, люди опускают глаза, такого никогда не было славян. Будут пользоваться спросом специальности, которые касаются здоровья, красоты, потому что женщины не могут без этого. И онлайн, все, что можно вывести в онлайн, люди будут это делать и будут пользоваться. Дело в том, что и до пандемии в швейцарском транспорте принято садиться как можно дальше друг от друга. То есть это считается даже неприличным, если на другом конце автобуса, например, есть свободные места, а ты садишься близко к человеку. То есть человек начинает напрягаться, это уже считается не очень приличным в швейцарском этикете. То есть социальное дистанцирование, оно было интегрировано, в принципе, в культурную среду и до пандемии. Естественно, не подходят близко, не здороваются за руку, не обнимаются. И я думаю, что это еще останется, вот это опасение, оно где-то впечатается в характер. У меня такое вот ощущение. Люди, даже иногда не знакомые, при дружеском знакомстве, они плюют три раза друг в другу в щелку. Сейчас это, естественно, ушло. Но появится ли это снова? Мне кажется, появится. Ну, мое личное ощущение, что появится. Что делать дальше, я не представляю. Курсы у меня есть, а вот как быть с концертами, которых мы очень ждали все, наша группа, здесь немножечко у меня сломалось все. Многие страны просто используют ситуацию с коронавирусом для того, чтобы упражняться в авторитарных, тоталитарных инструментах и инструментах подавления, инструментах сверхконтроля и общественной манипуляции. Это, конечно, очень страшно. И, к сожалению, я считаю, что эта тенденция будет только взрастать. Нам обещают, что через несколько месяцев будет вакцина в Европе. Многие ученые в России, в США, в Китае. Все говорят, что скоро будет вакцина. Вы будете вакцинироваться? Ваши друзья, знакомые, близкие будут вакцинироваться? Как вы относитесь к этому? Ну, я не знаю ни одного, кто бы был за. Не знаю, не могу сказать. Я, скорее всего, не буду. Если не обяжут. Если обяжут, мне все равно. Буду делать, так скажут. Я не являюсь противником вакцинации. Ни в коем случае. Я какое-то ограниченное количество прививок собираюсь делать своему ребенку про достижение определенных лет. Но, тем не менее, против коронавируса, именно это моя принципиальная позиция, я не буду прививать ни себя, ни своего ребенка. Главной причиной здесь является отсутствие вообще достоверной и проверенной информации насчет самого происхождения и генома коронавируса. И искажение, постоянное искажение информации насчет лечения болезни. Ну, не знаю. Очень много информации о том, что вакцина опасна, что она недостаточно изучена, что она недостаточно эффективна, что вирус мутируется. Очень многие против, очень многие. Я не могу доверять именно прививке коронавируса. Не потому, что я, в принципе, не доверяю прививкам, потому, что для меня недостаточно информации. Вот многие страны в Британии, в США, в Китае обсуждают введение иммунных паспортов. Например, говорят, что, например, в Великобританию нельзя будет въехать, не имея иммунный паспорт, где бы было написано, что у вас есть или вакцина, или иммунитет. И многие страны это поддерживают. Если ведут эти иммунные паспорта, это как-то повлияет? Знаете, я очень ее поддерживаю. Я думаю, что если я была главой государства, то это первое, о чем я подумала. Это очень логично. Защитить своих граждан от привозных инфекций. Ой, не знаю. Я постараюсь улизнуть. Я постараюсь как-то это... Но дело в том, что я не представляю, как можно вообще людей заставить. Я считаю их нарушением фундаментальных прав человека, так же, как любую принудительную вакцинацию. Потому что я считаю, что контроль за собственным состоянием здоровья и ответственность за ненанесение вреда другим людям, она должна... Эта ответственность лежать на самом человеке. У нас так и есть. У нас обязательно, чтобы получить вообще возможность выехать в Индию, в Африку, в другие такие страны, нужно сделать прививки. Там 2-3 каких-то делают обязательно. Так что, в принципе, эта практика уже существует и одной прививкой больше. Если, например, мне запретят въезд в Россию без прививки от коронавируса, я просто не буду ездить в Россию. Я думаю, что обойдется, как и все остальное. Полеты, путешествия на наземном транспорте, далекие, многодневные вы планируете? Или вы в связи с ситуацией, наверное, из-за опасений, может быть, что-то отмените и не станете планировать? У нас открыли границы, да. Мы очень боимся, что к нам наломанутся китайцы, итальянцы. Дело в том, что у нас аэропорт, у нас банкротировалась, это наша авиационная компания славянская, и сейчас нет авиакомпании в Словении. И они принимают рейсы отовсюду, Турция. Знаете, я положительно отношусь к открытию границ, там, где пандемия действительно уже практически побеждена или полностью побеждена. Я думаю, что сейчас не только в Израиле, во всех странах уже ситуация более-менее под контролем, поэтому хуже, чем сейчас, уже вряд ли будет. Ну, говорят, к осени вернется ситуация, независимо от туризма. Я сама, наверное, поеду. Я думаю, что я поеду. В Хорватию я поеду все равно, потому что если в Хорватию, то мы пойдем на машине, вряд ли мы будем там посещать какие-то многолюдные места. Обычно это какие-то маленькие курортные городки, и, в общем, там я не боюсь. Да, я планирую отдых с ребенком на море в одной из европейских стран. Скорее всего, это будет Греция. Это в июле месяце я планирую, да. Как в целом изменилась жизнь ваших, ваших друзей и близких за последние два месяца или три месяца? Стало больше дисциплины, поскольку в первую неделю карантина я поняла, что очень хотелось отдыхать, очень хотелось, наконец, расслабиться. И вдруг, когда вот это настало, я поняла, что это не то, что мне вообще для счастья нужно. И в начале, где-то на третью неделю начала накрывать, не знаю, не депрессию, но такое угнетенное состояние, то есть было очень тяжело. Потом как-то привыкла, пропало вот это вот чувство, что чего-то не хватает. Ну, поскольку я являюсь матерью маленького ребенка, моему ребенку сейчас два с половиной года, я не работаю, я учусь. То есть я стала учиться дистанционно, у нас полностью наше образование, все лекции, все семинары перешли на дистанционный формат, онлайн-формат. Это было единственное изменение. Ну, и как бы ограничение в посещении концертов. Например, я люблю музыкальные концерты. Я просто вижу по своим знакомым, вот они переживают сильнее, потому что кто-то потерял работу. У меня такая работа, которая, в принципе, мою профессию признали необходимой. Я оптометрист. Делаю очки, там проверяю зрение. Но я все равно отказалась от работы на этот период, потому что за себя больше переживала. Я вообще человек не очень дисциплинированный. В основном вечерняя жизнь у меня, поскольку я веду курсы для взрослых после работы. Но мне пришлось очень сильно потрудиться, проявить волю, чтобы, чтобы, наконец, какая-то дисциплина восстановилась, какой-то порядок. И для меня это прям достижение большое. Уже много лет я не поднималась так рано и не делала зарядку, и не готовила завтраки. Опять же, поскольку я не была ограничена в прогулках с ребенком, мы каждый день гуляли, мы каждый день были на природе. Здесь очень много парков, где можно безопасно гулять, находясь на достаточно большом расстоянии от других людей. Поэтому, опять же, инфраструктура как-то нашего района, она даже позволяла особо никак не менять ритмом привычным. Мне очень не хватало тех редких моментов, когда бывает хочется куда-то выйти, и вот нельзя. В принципе, мне редко хочется куда-то выйти в людное место. Но многие люди страдали, я видела, и они общались по скайпу, даже выпивали по скайпу, дни рождения отмечали. Это было распространенное явление. В местной прессе какие новости вы слышали о России, о том, как Россия борется с коронавирусом? Я так поняла, что там какой-то хаос творится, что произвол милицейский, что они там кого ни попади ловят, штрафуют, что какие-то пропуска. У нас такого не было. И то, что меры с этими QR-кодами многим проблемы делают, я слышала. У меня там родственники живут, но они сейчас уехали на дачу, поэтому они особо не страдают. Дело в том, что ситуация в России в принципе освещается в швейцарских СМИ достаточно скудно. И как во многих странах Европы здесь присутствует определенный элемент пропаганды. Из-за этого элемента пропаганды, естественно, какая-то информация там о сверхконтроле, о введении QR-коде, она мелькала. Она мелькала в газетах, она мелькала в таких крупных таблоидах, она мелькала на независимых онлайн-ресурсах, но достаточно выборочно, достаточно скудно и достаточно ярко пропагандирована. Спасибо. Я вас благодарю за интересную беседу. Надеюсь, нашим зрителям тоже было интересно, они подчеркнули какую-то информацию новую для себя. Благодарю, спасибо. На этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова